Некоторые дик пьют, да, они любят алкоголь, например, есть прям, он алкоголик. Куда отжимался дальше? Террористам, ВДВшникам. Тут орки, нежить, тролли, все дела. А вот гоблинов нет, гоблинов нет, да. А как тебя относится? Пивасик попивает, да? Я не понимаю, что у людей в голове, им скучно живется, видимо, у них все хорошо. Мне 31. 31 год? Да. Блин, выглядишь реально на 40, братан. Я красавчик же. Я никого не осуждаю, вы живете так, как вы хотите. Сука, ты че, пьешь? Не пьешь? Да, возьми банку. Нет, это нормально, чуваки. Теперь отдай банку. Как дела вообще, кто чем занимается? Нет, на самом деле, уж простите, если я в чем не прав. Блин, ребята, вы кайфовые, вот честное слово, ребята. Друзья, всем привет, меня зовут Евгений Моряк. Амар Фараон, Вардан Мартаян. Это ютуб-канал Bodymania. И мы находимся на Болотной площади. И сегодня мы уж решили в этот выходной день устроить прогулку по этому парку, пообщаться с людьми, почему они выпивают и курят в общественном месте, устраивает ли их это и зачем они это делают. И пообщаемся на разные другие темы. Ну че, поехали? А я в этом не участвую, я просто решил вам напомнить, что я не умер, и что у Bodymania есть фараон, и я на тренировку. Пока. Меня зовут Евгений Моряк, очень приятно. 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 Вот. У нас сегодня такой социальный просто опрос, мы ходим и спрашиваем, как будет общественное место, да вот, и вы пьете в общественном месте. Как часто вы это делаете и вообще вас что-то останавливает или нет? И зачем? Вы же молодые ребята, почему вы не тренируетесь? Зачем оно вам вообще надо? Да, мы не так, чтобы прям пьем. А как вас зовут? Меня Данил зовут. Данил, ну как у тебя ссылка в инстаграм, как у тебя пишется? Это потом будет в эфире тоже. Ну он Селдан. Селдан. Ну нет инстаграм, не пользуюсь. Красавчик. Что делаем вообще? Да просто гуляем, на вейках катаемся. Не знаю, просто решили попить пиво, чего такого. Пивасик попиваем? Угу. Ну как часто пьете пиво вообще? Да не знаю, вообще пиво или вообще суместно? Не, ну вот пиво, например, на улице вот там. На улице, не знаю, там раз в год максимум иногда получается. И вот раз его тебя настигли, да? Ну типа того. Обычно типа в барах дома, что? Красавчик. В барах, да? Да. На улице тоже не часто. Кстати, вот ребята, между прочим, посмотрите, у них стоит по велосипеду. Вы понимаете, мы вчера проехали 150 км на велике, сегодня 80. Так что не надо, не надо. Они заслуженно пьют пиво, как рэкбисты. У нас сегодня вечер отдыха, да. Пятница. Ну что, красавчики. Да, удачи, удачи. Спасибо большое. Хотел у тебя спросить. Часто здесь бывают драки, именно замесы. И ты как относишься? Что тут происходит? Расскажи коротко. Ну вообще как таковых драк здесь не происходит. То есть здесь люди мирные. То есть здесь разные там субкультуры, разный контингент людей. То есть они обычно сидят. Единственные максимальные драки это вот на тимбарах мягких. Ну либо там резиновые назы тренировочные. То есть это максимум. А так, всякое бывает. Я помню. А часто Лев Против приезжает сюда, приходит? Ну, насколько я знаю, каждую пятницу приезжает. И как? Ну, не знаю. Что слышал? Рассказывай, как это бывает и что люди говорят? Ну, здесь все о нем плохо отзываются. Я не знаю. Я с ним не общаюсь. Я человек не пьющий. Просто сижу, отдыхаю для себя. А так, ну, каждый раз, когда он приходит, здесь начинаются конфликты, драки и все такое. Я понял. А ты сам как относишься к алкоголю? Нитровально. Ну, больше негативно. Я понял. Сам бывает, вы бываете? Нет. Мне нельзя пить. Я не пьющий человек. Ребята, вы вообще в каком состоянии? Что здесь делаете? Что? Почему? Почему? Нормально. Красавчик. Красавчик. Как тебя зовут? А тебя как зовут? Меня Евгений Моряк зовут. Винни-Пухши? Нет. Евгений Моряк, братан. Здорово, Винни-Пух. А тебя как зовут? Серега. А тебя как зовут? Серега, а что это у тебя на голове? Еврокеса. А сколько тебе лет? Мне 31. 31 год? Да. Блин, выглядишь реально на 40, братан. Я красавчик же, правильно? Блин, не, если честно, ты не красавчик. А мне плохо. Часто бухаешь? Да. А трезвый бываешь иногда? Нет. Это очень интересное место. Я как бы последний раз в таком месте был, наверное, в 2008 году, когда в детский лагерь ездил. Вот. В детский лагерь «Салют» или «Тополек» называется. Вон, ребята купаются в фонтанах. Я, короче, что хочу сказать, это очень сложно было. Сейчас мне парень, короче, минут 15 рассказывал про какую-то политпаблики. Вот. Про какую-то политпаблики рассказал, что у них очень сложная ситуация, их нужно вытаскивать. И 15 минут я не понимал, о чем он говорит. Вот. Это твой косяк. Да, это был мой косяк. Я реально не разобрал, короче, в том, что он сказал, что он имел в виду. И я просто хотел уйти. Там было страшно. Вот. А сейчас мы просто пойдем, пройдемся, короче, поинтересуемся дальше у людей. После двух месяцев самоизоляции, людям очень хочется просто выпить, встретиться и искренне выпить. Увидеть знакомых. Я лично некоторых друзей уже больше двух месяцев не видел. Мне очень тяжело не встретиться. И некоторые из них пьют, да, они любят алкоголь. Например, есть прям, он алкоголик. Он прям ничего не может с собой поделать. Он пьет и прям... И пьет. И все. Он не может. Часто пьет? Да, часто. Типа 6-7 банок в день, типа, для него нормально. Ничего себе. Ну, типа, да, да, да. Он чувствует себя плохо. Он говорит, что, типа, отвратительное настроение. Прям, действительно, прям, ну, не нравится. А как у вас с алкоголем? Я пью, да, я выпиваю. Как часто? Обычно раз за два в неделю. Ну, вот. Как раз сегодня выходной день, можно выпить. Сегодня выходной день 5-7. Вы же пятница, переходящая в выходной день? Да. Да. Все, спасибо. Мы пошли дальше. Хорошо вечером. Будьте осторожен, типа. Спасибо, взаимно. Ну, фрики и фрики, но все равно. Я не понимаю, что у людей в голове. Им скучно живется. Видимо, у них все хорошо. Скучно. Не скучно? Без каких куч. Ну, это самая классная руководительница по русскому языку. Мои привет. Во-первых, это человек, который управляет огнем. Во-вторых, меня зовут Евгений Моряк. Вот. Ты как часто сюда приходишь? Расскажи о себе, как тебя зовут и чем ты занимаешься? Да, на самом деле, в последнее время не очень часто. Сейчас вот просто лето, делать нечего, работы нет. Поэтому идем крутить. Это как хобби, да? Это как хобби, да. И очень тоже не каждую пятницу. Вот так, время от времени. А скажи, пожалуйста, а часто здесь происходит у тебя столкновение, например, с... С львами. С маргиналами. С львами. С львами, да. С маргиналами. С маргиналами, которые вот приходят, например... Ну, это синоним, мне кажется. Сука. Ты че, а? Пьешь? Не пьешь? На, возьми банку. Теперь отдай банку. А вот это уроды. Да. На самом деле, не очень часто. Ну, я здесь Львов встречал пару раз, потому что не очень часто хожу. Вот. А просто местный контингент, ну, они вроде как не доебываются, нормальные чуваки. Они просто стоят, смотрят, выбивают. Ну, да, все как бы по своим компаниям бухают, не бухают. Я никого не осуждаю. Вы живете так, как вы хотите. Ведь что? Россия свободная страна. Так что вы свободно будете гореть в аду. До свидания. Как ты относишься к тому, что, да, вот в общественном месте, в таком, как в этом парке, например, да, люди здесь бухают. Вот мы там прошлись, там прям вообще сборище маргиналов. Можно прям под раздачу попасть. Скажи, пожалуйста, да, как ты к этому относишься и бухаешь ли ты? Нет. Ну, резко негативно отношусь. Потому что, ну, как бы за спорт. Ну, у вас видно, компания, у вас нет, у вас ни пива, ни сигареты. Может, вы и курите сигареты, или вон испарительные, да, курите? Да. Кто-то курит. Испарители, да. Но приятно смотреть, что вы сидите и не бухаете, на самом деле, потому что там реально страшно. Не, ну, это общественное место, тут нельзя как бы. А к вам часто могут, бывает такое, что подходят, допустим, бухи и начинают прицепляться? Ну, алкоголики. Ну, там, разговор заводить, там. Ну, не часто, по-моему. К себе тянуть? Нет. А выпить предлагают? Нет. А девчонкам часто цепляются? Да. Извините за вторжение. Можно к вам пару вопросов задать? Да. Ютуб-канал Будимания. Хотим... Хотим мы у вас, короче, взять сейчас небольшое интервью. Вот вы сейчас мимо парка проходите. Вы здесь часто отдыхаете? Первый раз зашел в парк. Посмотри, как тебе здесь обстановка, потому что на фоне всех людей, короче, мы решили прямо вот сразу, сразу к вам, короче, подойти, потому что вы не вписываетесь в эту досочку. Я уже понял, что я здесь что-то не вписываю конкретно уже. Мы здесь... Бардак. Ну, что сказать, просто, ну, отвратить. Наверное, вот прямо за этим и пришел, вот, как тут проходил мимо. Мы посмотрели только, что я прочитал, что болотное, очень много слышал, но раньше никогда не был. Ну, тут, конечно, все само за себя говорит, конечно. Понял, что мимо прохожу, короче, да? Ну, да. Чем вообще сам занимаешься, короче? Выпиваешь ли ты в общественных местах? Нет. Ну, типа, выпивать могу, но в общественных местах, чтобы сидел. Ну, либо сделать это... Ну, вот так нет, да? Да, да. Либо это прям надо супер незаметно как-то сделать, ну, как-то, чтобы было не стыдно. Люди все-таки ходят вокруг. Но точно не так, чтобы я прям показал всему миру. Да. Потому что, ребята, смотрите, я сижу сейчас, разобью бутылочку чего-нибудь смешного. Поэтому мы к вам и подошли. Кстати, ютуб-канал Будиманию смотрите? Конечно. Моряка знаешь? Конечно. Я все бои смотрел. Спасибо, спасибо. Очень-очень интересная погоня у нас сейчас началась. Полицей бежит за террористом-ВДВшником. Бамс. Красавчик. Друзья, надеюсь, вы не заскучали. Лично я, во-первых, таких разношерстных, интересных и удивительных людей в одном месте я не видел. Так много покрашенных голов, так много нестандартных образов. И при этом это все, ну, в рамках того, что сухой закон не приняли. Вот. Люди, конечно, отдыхают. Вот. Кто-то отдыхает, читает книгу, но рядом с ним сидит покрашенный чувак в десять тысяч цветов. Вот. Сидит, бухает пиво. Вот. А может быть и не только. Но ничего страшного. Мы на этом выпуск заканчиваем. Вот. Будьте внимательны, будьте осторожны, потому что неформалов много. Вот. Берегите себя. С вами был ютуб-канал Будимания, я Евгений Моряк. Вардан Мардаян. Подписывайтесь на наш инстаграм и ставьте лайки. Подпишись на канал ММА-мания, ссылка в описании. Новый канал, где будет много крутых боев, которые не вошли в основные выпуски. Что ты ждешь? Попробуй! Попробуй! Попробуй!